Одним сентябрьским днем мы решили сходить в стрит-пуд, ресторан корейской кухни под названием Чико в городе Ростове-на-Дону. Мы выбрали весьма удачное время, будний день, первая половина дня, выходные здесь все заполнено, даже очереди бывают на улице. Нас приветливо встретили сотрудники, показали свободные места, мы выбрали столик на втором этаже, тут было уютно. Каждому из нас выдали меню ресторана и мы начали его рассматривать. В меню ресторану очень много разнообразных блюд, Евгений довольно долго выбирал, а вот Танюша уже заранее знала, что хочет. Я долго мечтала сюда попасть, я смотрела меню. Тот-оток-поки. Говорят, есть классические острые, я хочу их попробовать, хотя тут два перчика, но я все равно хочу рискнуть. И вот этот вот самый чиз-корн-дог, то есть внутри будет сыр, но снаружи будет вот такой дошик. И вот такие напитки у нас. Я вот себе такой хочу, дальгона айс, потому что тут будут сладкие кусочки сахарной дальгоны. А насколько я понимаю, сахарная дальгона печенье из игры в кальмары. Ресторан довольно красиво оформлен, много атрибутики, инвентаря, связанных с кейп-поп и нотками тропиков, и немного неоновой подсветки. Блюда выбраны, можно делать заказ. Чико, нужно самому подходить к кассе и сообщить о своем заказе. Возле кассы можно увидеть немного мерча кейп-поп. Его купить нельзя, но можно выиграть, если подписаться на канал Евгений Лайфплей! Шучу. В ресторане свои условия, и об этом чуть попозже. А еще есть небольшой холодильник с разными напитками. Правда, из самой Южной Кореи здесь мало что можно найти. Здесь имбирный эль, лимонады, сэндвичи, лактозное молоко с разными вкусами, и даже какое-то пиво. Еды мы заказали почти на 3000 российских рублей. Но получили небольшую скидку за счет показа якобы любимого селфи южнокорейского музыкального исполнителя. А еще нам выдали паспорта Южной Кореи. Ура! Наконец-то свобода! А еще нам разрешили выбрать 4 карточки кейп-поп-звезд. Можно отправляться в Южную Корею. А, подожди, это бесплатные карточки? Да, 4 подарок. После сделанного заказа можно возвращаться на свои места, и по готовности блюда уже принесут сотрудники ресторана. Что касается паспортов Южной Кореи, то они, к сожалению, не настоящие, но все равно интересные, потому что здесь можно копить печати посещения ресторана в разных городах. И при накоплении пяти печатей можно получить тот самый мерч кейп-поп. После недолгого ожидания нам принесли сначала напитки. Евгений заказал напиток Shutdown Blackpink. На картинке, кстати, он выглядел иначе, но зато вкусный и хочется еще. Танюша заказала напиток Дальгона Айс. Потрясающий коктейль. Он сладкий, с корицей и дальгоной. Изначально дальгона твердая, хотя ее все равно можно разгрызть, но постепенно размокает в молоке и становится не мягкой, но, скажем так, более хрупкой. Поэтому рекомендуем вначале не трогать кусочки дальгоны и скушать их попозже. А еще в этом коктейле был лед, который дополнительно охлаждал напиток и также помогал снимать остроту. Это корндоги. Внутри куриная сосиска либо сыр. Снаружи панировка из сухарей, картофеля фри или дошика. Корндоги рекомендуется кушать сразу после подачи, тогда сыр внутри будет хорошо тянуться, а соус снаружи будет глянцевым. По мере остывания корндога сыр тянется меньше, а соус приобретает матовый оттенок, но на вкусовые качества это не влияет. Вот это у нас кимпаб. Это такие роллы. Тут очень мало риса и много начинки. А вот это вот специальный говяжий бульончик. И нам сказали, что когда кушаешь кимпаб, полагается бульончиком его запивать. А это Женя принесли рамён. Классический рамён. Горячий бульон с традиционной лапшой и говядиной. Украшается грибами, яйцом, зелёным луком, водорослями нори и кунжутом. И на выбор острые и неострые бульоны. И Женя, конечно же, выбрал неострый. Рамён был в целом вкусный, но как будто не хватало какого-то соуса для яркости. Зато мясо было мягким и лапша понравилась. А ещё было не совсем понятно, как лучше сначала бульон скушать, а потом лапшу и остальное. Или наоборот. Танюша заказала себе классические токпоки. Рисовые колбаски в остром соусе и с кусочками кимчи, острые капусты. В самом начале острота там ощущалась как послевкусие. Но уже спустя пару минут чувство остроты усилилось. И под конец токпоки пришлось запивать прохладным молочным коктейлем. Действительно остренькое, причём не сразу, а спустя время ощущаешь остроту. Токпоки, они очень вкусные. Они станет очень вкусные, но вот этот соус, есть этот вкус. Как уже ранее было сказано, Танюша заказала чиз-корндок с дошиком и соусами сырный и дорблю. Это вкусно. Тут как будто поджаренный дошик. Ага. А вот тут вот внутри сыр. И нам, конечно, надо было сразу приступить к корндоку, пока он будет ещё совсем-совсем свеженький. Скорее всего, этот сыр будет именно у дня. Женя заказал то же самое, только вместо дошика его корндок был посыпан картошкой фри. Это сыр, сыр с картошечкой, очень вкусно получается. А это кимбабы, на первый взгляд может показаться разновидностью роллов, но по факту представляет из себя нечто совершенно иное. Там было много начинки и мало риса. Кусочки были крупными и сытными. Кимбабам подали кусочки кимчи. Острая капуста. Кимбабу нам подали говяжий бульон в стаканчике, которым надо было запивать это необычное блюдо. Жене бульон показался острым и он не захотел его пить. А вот Танюшу очень понравилось. Кстати, еще один символ этого бульона в том, что эти роллы сами по себе, они немножко суховатые. Ага, да, да. И вот ты съедаешь этот сухой ролл, забиваешь битким бульоном и получается самое другое. Ну, все равно остренький бульон, поэтому как-то не очень вкусно. А еще каждый посетитель Чико может попросить сотрудников украсить свое лицо блестками и его просьба будет исполнена. Кстати, некоторые сотрудники тоже ходят с блестками. А это пунапан, двусторонняя фигурная рыбка. Выглядит мило и эстетично. К рыбке подали соус из бобовой пасты. Вкус необычный, сладкий. По мнению Танюши, это вполне достойный десерт. Женя заказал японское пирожное моти с сахаром. Со вкусом орео. Стоп, что? В корейском ресторане японское блюдо? Моти, нежнейший японский десерт с крем-чизом и тянущимся рисовым тестом. Моти было вкусное, печенье орео практически не ощущалось. А вот сырный крем очень даже. Обожаю крем-сыр. Поход в Чико понравился. Еда была вкусной, сытной и без побочных эффектов. Хотя изначально были опасения корейской кухни. А еще в Чико удалось снять первый полноценный влог в общественном месте. Причем видео снято по нашей личной инициативе. Танюше очень понравилось в Чико. Еда была выше всех похвал. А персонал просто очаровашки. Они не только не возражали против видеосъемки в ресторане, но и с удовольствием принимали в ней участие. Это самые милые и дружелюбные сотрудники ресторана, которых когда-либо видела Танюша. Ребята из Чико, если вы смотрите это видео, спасибо вам за то, что вы такие солнышки! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok